Сейчас участников Великой Отечественной войны в поселке Совхоз имени Ленина остались единицы. Время берет свое. Люди, пережившие самый кровопролитный эпизод 20 века, уходят из жизни. Тем не менее, среди нас остаются свидетели той поры, представители следующего поколения, у которых война отняла детство. В Совхозе Ленина дети войны по инициативе в местной администрации объединились и ведут активную работу. Создать общественное объединение дети войны предложила администрация сельского поселения. Пожилые люди эту идею подхватили и работа закипела. Мы создали актив, который должен был заниматься. И начали собирать документы со всех, для того, чтобы сделать список детей войны. Тех, которые рождены с 28 года по 45. В списке оказалось более 300 человек. Дети Великой Отечественной войны. Так называют сегодняшних 69-86-летних людей. И дело здесь не только в дате рождения. Они вместо счастливого и беззаботного детства наравне со взрослыми переживали тяготы и невзгоды военного времени. Тогда невыносимо трудно было всем и старым, и малым, и солдатам, и их близким. Но именно дети страдали особенно. Страдали от голода и холода, от кромешного ада бомбежек. Они рассказывают про то, как в детстве они мотали бинты в госпитале. Как они маленькие, но помогали военным, помогали солдатам. Когда они маленькие, пытались сделать все, что могли для нашей победы. Забывать этого нельзя. И потому одна из важных задач первичной организации, вошедшей в областное объединение, патриотическое воспитание детей через совместные поездки, экскурсии, встречи, беседы. Мы стали партнерами нашей школы по воспитательной работе. Мы там посадили, вот дети войны посадили Аллею Славы, там из Груш. Мы туда ходим на мероприятия, когда нас приглашают, и ходим еще с детьми, там встречаемся. Вот у нас такая вот стала какая-то дружба, которая нужна вот в это время сейчас. Вот тем более такие события на Украине происходят. Активная работа первичной организации, а она включает и оказание помощи в защите законных прав и интересов данной категории граждан, была представлена на областной конкурс «Наша Подмосковья-2014». Проект был поддержан губернатором и вошел в число победителей. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Евгений Садовский, Видное ТВ.